МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Массаж для глаз, двигательная гимнастика, смотреть на точку на стекле и специальные очки. Консервативные методы восстановления зрения в домашних условиях, они, конечно, хороши, но существуют методы гораздо эффективнее и действеннее. Сегодня я предлагаю вам узнать, что такое тренажеры для восстановления зрения. Меня зовут Елена Мельвет, это программа «Здоровье-24». Многие болезни можно предупредить, если выявить их своевременно. Поэтому мы начинаем с диагностики. И сегодня как раз тот случай, когда реальность – гораздо лучшее ожидание. Я думала, что окулист посадит меня перед таблицей с буквами, и я буду их называть, поочередно закрывая один глаз от другой. Но нет. Остроту зрения, например, проверяют на оборудовании 2017 года выпуска. Попробуем прижаться. Трудно широко открыться, смотрим прямо перед собой. Переключает различные кнопки, рычажки медсестра Виктория Курнышова. Я вижу уже привычные нам с детских лет таблицы с буквами, но в электронном виде. В это время Виктория меняет линзы. Буклы сменяют фигуры красного и зеленого цвета. В центре проводят обследование и лечение зрения для детей. Полине 5. В очках девочка ходит полтора года. Как видим, аппараты для диагностики зрения подходят как взрослым, так и детям. Только вместо букв и фигур Полина видит рисунки. Хорошо, молодец. Давай вот здесь. Ничего не есть. А здесь? Рыбка, бабочка, клоник, самолет. Обследование глаз офтальмологи рекомендуют провести комплексное. Оно включает в себя измерение страты зрения, внутриглазного давления, периферического поля. Я, например, впервые прошла УЗИ глаз. Оно необходимо для определения длины глаза, толщины хрусталика, глубины передней камеры. А еще есть возможность сделать прослойные срезы сетчатки из ретиного нерва. Надо поморгать. Моргнем. Моргаем, моргаем, моргаем. Ранняя диагностика, ранее лечение. Век высоких технологий сохранить стопроцентное зрение с гаджетом в руках гораздо сложнее. Если ваш ребенок, например, стал ближе подходить к телевизору, это повод забеспокоиться и не откладывать язык к окулисту. Существует такое понятие охранозрения ребенка. И охранозрение начинается далеко до рождения от ребенка. То есть это еще начинается с женских консультаций. Когда доктор-гинеколог, он опрашивая беременную женщину, учитывает все вот эти вот факторы. Фактор инфекционный, фактор какой-то тератогенный, где женщина работает. То есть те факторы, которые могут в дальнейшем повлиять на развитие зрения именно внутриутробно. Своевременная диагностика позволит выявить у детей и взрослых такие заболевания глаз, как близорукость, дальнозоркость, косоглазие, амблиопия, астигматизм. Согласно национального календаря профилактических прививок, против девяти инфекций должны быть дети привиты. То есть это корь, краснуха, паротит, дифтерия, столбняк, это туберкулез, гепатит B против пневмококовой инфекции и против гемофильной инфекции. Вакцинация обязательно детям должна быть проведена, хотя многие родители отказываются от проведения прививок. Но нужно помнить о том, что дети будут являться источником инфекции, привиты не только для тех детей, которые с ними находятся в организованном коллективе, но будут являться источником инфекции для взрослого населения, с которыми они тесно контактируют, то есть проживают в семье. Поэтому, конечно, вакцинация детей необходима и даже показана. И не нужно бояться проведения вакцинации. Почему? Потому что вакцины сейчас современные, они мало дают каких-то побочных эффектов. Прививка никогда не делается детям без осмотра педиатра и не делается, если просто наличие какого-то хронического заболевания и никого не стоит на учете. То есть вакцинация детям необходима и показана в обязательном порядке. Далее в программе «Здоровье-24». Техника во благо. Как восстановить зрение с помощью тренажёров. Не переключайтесь. Грамотная и своевременная коррекция может избавить и взрослого, и ребёнка от прогрессирования глазных заболеваний. В центре четыре тренажёра. Например, визотроник. Курсы лечения начинаются после обследования. Специалист подбирает пациенту индивидуальную программу. В ней задействуются нужные линзы. Таким образом, тренажёр можно отрегулировать под пациента любой возрастной категории. Визотроник, потому что там идёт и смена линз, да, разная. То есть ставится плюс и минус, да, то есть мышцы расслабляются. Плюс ещё там идёт цветолечение, то есть воздействие на цветовые центры головного мозга. То есть идёт в два этапа. Более такое точное, качественное. Аппарат «Ручеёк» способствует улучшению изменения аккомодации внутриглазных мышц. Эффективной физиотерапевтической процедурой считается электростимуляция глаз. Современная методика не доставляет дискомфорта и успешно используется в медицинской практике. А для лечения воспалительных заболеваний веки глаз, дистрофии, сетчатки, бездорукости, длиннозоркости, отёков, катаракты, глоукомы, врачи назначают магнитотерапию. Дом. Дом. Хорошо. Это что? Светлана. Здесь. Ёлка. Светлана. Хорошо. Корма. Золотая. И звезда. И в обратную сторону тоже. Восстановление зрения на тренажёрах проводится комплексно. Одного будет недостаточно. Рекомендуется 10 сеансов. Через полгода лечение повторяется. По отзывам пациентов тренажёры дают отличные результаты. Что самое главное в процессе восстановления зрения? Систематичность. То есть корректировать зрение нужно на регулярной основе, а не по настроению. Ну и, конечно же, при обнаружении малейших проблем со зрением нужно срочно записаться на приём к офтальмологу. Это была программа «Здоровье-24». Не болейте?